Привет, друзья! С вами я, Евгения, и наш канал Семейный Хендмит. Сегодня мы с вами будем делать очень милых и симпатичных ежиков, которыми можно украсить не только комод, полку или праздничный стол, но и повесить их на елку в качестве новогодней игрушки. Ну а во второй части видео я покажу вам, как сделать очень оригинальный букет для декора комнаты. Все поделки я снова буду делать из яичных лотков и других доступных материалов. Ну что, приступим! В первую очередь нам нужно сформировать из фольги заготовку для ежика в виде капли. У меня заготовка получилась размером в длину 10 сантиметров, а в ширину 7. Чтобы в дальнейшем с заготовкой было удобнее работать, ее необходимо надеть на шпажку и оклеить газетой или крафт бумагой. Я использую обычную упаковочную бумагу и клей ПВА. Разрываю бумагу на небольшие кусочки и оклеиваю ими заготовку со всех сторон. Пока основа ежика сохнет, займемся подготовкой иголок. Их я буду делать так же, как и кроны елочкам, которые я делала совсем недавно. Если вы вдруг не видели этот мастер-класс, даю ссылку на него в подсказке и в описании под этим видео. Нам понадобятся картонные лотки для яиц. Отрезаем от них крышку, она нам больше не понадобится, и вырезаем из нижней части лотка все конусы. И из каждого конуса вырезаем 4 детали в виде перышка. Таких деталей нам понадобится много, поэтому нужно запастись яичными лотками заранее. Один конус оставляем неразрезанным. Выравниваем ему край, отрезая все лишнее, и примеряем на высохшую заготовку. Это мордочка будущего ежа. Теперь вырезаем из нижней части лотка круглые донышки. Их нужно 2 штучки на ежика. Это будущие ушки. И срезаем верхние части боковых конусов. На одного ежика нужна одна деталька. Это будет носик. Примеряем и подравниваем все детальки. С помощью термопистолета приклеиваем конус-мордочку к тельцу. И носик на мордочку. Ушки пока откладываем в сторону. И займемся совсем не колючей шубкой. Берем заготовки перышки и по одной штучке приклеиваем к тушке. Начинать лучше с попки и двигаться в сторону головы. Первый ряд приклеиваем так, чтобы иголки полностью закрыли тельца. То есть ежик будет стоять на иголках, а не лежать на брюшке. Так вид итоговой поделки будет более аккуратным. Второй ряд иголок приклеиваем чуть выше первого. Все иголки располагаем в шахматном порядке. И обратите внимание, что самый край иголочек я не приклеиваю. И делаю я это для того, чтобы шубка получилась пушистой. По такому же принципу приклеиваем третий и четвертый ряды. Дальше мои заготовки перестали помещаться в длину и я укоротила часть иголочек примерно в половину от первоначальной длины. Приклеиваем пятый ряд и делаем ежику-челку. Благодаря челке наши иголочки замкнулись в круг. И теперь ряд за рядом нужно заполнить этот круг иголочками. Причем каждый ряд нужно приклеивать так, чтобы кончики иголок смотрели все выше и выше вверх. Самый последний ряд делаем следующим образом. Приклеиваем в центр две иголочки вертикально и дальше оклеиваем эти центральные иголки по кругу. Конечно, это неправильное расположение иголок, но именно так ежики смотрятся наиболее мило и аккуратно. В самую последнюю очередь приклеиваем ушки и наши ежики готовы к покраске. Красить их лучше плоской жесткой кистью акриловой краской. Сначала красим в темно-серый цвет. Дальше высветляем кончики иголок светло-серой краской. Также полусухой кистью можно пройтись и по мордочке. И в заключении спонжем белой акриловой краской проходимся по всему ежику, добавляя ему объема и имитируя снежок. Пока ежики сохнут, подготовим декор. У меня были пенопластовые яблочки и грибочки, но меня совершенно не устраивал их внешний вид. Мухоморы я буду перекрашивать в маслят. Ну а яблочки не должны выглядеть так пластмассово и ненатурально. Естественно, это дело вкуса и кому-то наоборот захочется блеска и ярких красок. Конечно же, подбирайте декор на свой вкус. Ежики высохли. И самое время сделать им глазки. Глаза можно просто нарисовать или приклеить полубусины. Но у меня не было подходящего размера, поэтому я проделала отверстие и вклеила бусинки. Кстати, реснички я сделала из кусочков кружева. Раскрашиваем глазки и не забываем про носик. Раскрашиваем глазки. 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 Осталось украсить ежика грибочками, яблочками, шишками и прочими вкусняшками. Чуть-чуть припылить весь декор белой акриловой краской и наши ежи готовы. Мордочки у них получились длинноватые, но все равно они очень милые. Мой муж сказал, что это уже грузовики с продуктами, а не ежи, но мы же с вами сказку сочиняем. А в сказке в конце пир на весь мир, вот они и запаслись. Полюбуемся на них со всех сторон и переходим ко второму мастер-классу. Я его назвала букет для снежной королевы. Для этих цветочков нам опять понадобятся заготовки перышки и понадобится их снова достаточно много. Берем три заготовки и склеиваем их друг с другом, выгнутой стороной наружу. У нас получилась серединка цветочка. Теперь со стороны каждого стыка приклеиваем еще по лепестку. В третьем ряду мы приклеиваем лепесточки напротив лепестков первого ряда. В четвертом снова приклеиваем на месте каждого стыка. То есть в четвертом ряду у нас получилось уже шесть лепестков, а не три как в предыдущих рядах. Дальше мы будем приклеивать лепестки так же как и в четвертом ряду. То есть каждый новый лепесток будет закрывать место соединения лепестков к предыдущему ряду. Каждый ряд нужно опускать чуть ниже предыдущего, чтобы цветок получился не плоским, а в виде шишки. Итак, ряд за рядом наращиваем цветок, пока его размеры вас не устроят. Дальше укорачиваем лепестки и доклеиваем их до низа цветка. Причем старайтесь клеить лепестки так, чтобы они все сильнее и сильнее раскрывались. Собирать такие цветочки можно не только из белых лотков, но и из любых других. Например, у меня было много зеленых и я также пустила их в дело. Когда желаемое количество цветов будет готово, их можно раскрасить. Красить, как и ежиков, их лучше плоской жесткой кистью акриловой краской. Раскрасить цветы можно в абсолютно любой цвет. Я выбрала голубой, просто для того, чтобы сделать букет максимально зимним. После полной просушки делаем цветочком цветоложи и стебель. Для цветоложи идеально подходят пластиковые контейнеры от детских игрушек или масок. Сейчас такие автоматы стоят почти в каждом магазине. И думаю, вы поняли, о чем я говорю. Также я буду использовать белый шнур из фикс прайса и вязальную проволоку диаметром 3 миллиметра и длиной 1 метр. Проволоку я покупала на строительном рынке, но подойдет любая проволока, которая хорошо держит форму. От контейнера я использую только прозрачную часть. Шилом или ножницами аккуратно делаю отверстие в центре. Капаю термоклей и вставляю проволоку. Проволоку вывожу чуть выше края контейнера, чтобы в дальнейшем надеть на нее цветок. Теперь беру шнур и вытягиваю из него полипропиленовый сердечник, чтобы шнур стал более плоским. И обматываю цветоложи и стебель. Шнур приклеиваю на термоклей. И оклеиваю стебель не до конца, так как у цветочка планирую сделать листочек. Приклеиваю с помощью термопистолета цветок в чашеложе. И чтобы задекорировать место соединения, приклеиваю белую пряжу-травку, которая будет выступать в роли чашелистиков. В фикс-прессе я купила серебряные листочки с блестками. И именно ими я решила дооформить цветы. Приматываю белым шнуром листочки к стеблю, фиксируя все термопистолетом. У этих листочков есть один очень большой минус. Блестки с них осыпаются при любом прикосновении. И поэтому я решила немного закрепить всю эту красоту. Ну и заодно добавить блестки на цветочек и стебель, чтобы листья не смотрелись чужеродно. У меня уже была баночка серебряных блесток. Смешиваю их с глянцевым акриловым лаком. И наношу эту смесь на цветы и листья. Оставляем цветы на просушку на пару часов, а лучше даже на ночь. Собираем в букет и любуемся результатом. Такой декор смотрится очень оригинально и необычно. А за счет холодной цветовой гаммы кажется, что ты действительно оказался в замке снежной королевы. Ну что ж, на этом у меня на сегодня все. Если вам понравилось это видео, не забывайте ставить лайки и писать комментарии. А я желаю вам всем волшебного настроения и творческих идей. До скорой встречи. Пока-пока.